Здравствуйте, дорогие друзья! По вашим многочисленным, без всякого преувеличения, просьбам, потому что у вас очень большой интерес к книгам серии «Забытые руины». Я сделаю ряд анонсов. И, разумеется, первый посвящен книге «Особая папка» 1934 года, посвященной Джованне Батисту Пиранези, его творчеству, а именно тому аспекту, которым профессор Торопов уделил большое внимание в 30-е годы и, сделав фотографии с оригинальных альбомов, альбом – это первый оттиск, в России все альбомы при Екатерине II были приобретены, все, что издавал Джованне Батисту Пиранези, и даже все, что его издавали его дети после смерти. И профессор Торопов сделал фотографии этой папки. Это папка, о которой ничего не было известно, на нее не ссылались искусствоведы, на нее никаким образом не ориентировались исследователи творчества, наследия Джованни Батиста в России. И вдруг она в единичном экземпляре, а, видимо, их было немного, и они все, папка – это же в форме открыток, они все рассыпались, они все разошлись, они утрачены. Но вот чудом, эта папка, одна из, может быть, еще нескольких комплектов, где-то у кого-то в закромах находится, может быть, в квадловых, на чердаках, где угодно, обнаружилась в антикварном магазине в Москве. И Раст Юрьевич Бутаков, мой подписчик, писатель, иркутский, сибирский писатель, путешественник, антиквар, коллекционер, удивительный человек, приобрел эту папку и написал мне, мы решили ее переиздать, сделать репринт. Что такое репринт? Репринт – это точная копия, когда мы берем и воспроизводим в том виде, и в том качестве, какое оно было при выпуске, при оригинальном издании того времени, то есть 1934 года. Книга в форме уже книги, не в форме папки, она лучше сохранилась в ваших семейных библиотеках и даже передавалась. Мы же понимаем, что семейная библиотека создана для передачи по следующим поколениям. Я очень надеюсь, что эта традиция вновь возродится, потому что некоторые постарались избавиться от пыли сборников, в кавычках, книжных, в свои какие-то годы, накануне, в предыдущие десятилетия, и сделали это, по моему мнению, опрометчиво. А сейчас это вновь возрождается. Так вот, в этой папке, в этой книге-папке, четыре статьи. Само собой, статья профессора Торопова из 1934 года, сопроводительная, великолепнейшая статья. Статья моя, посвященная уже теперь самому профессору Торопову, рассказе о том, как он исследовал наследие пираназии, каким удивительным выводом он пришел, введя термин «архитектура гигантов», например. Статья Эраста Юрьевича Бутакова о том, как папка обнаружилась, и как к этому относиться, к этому явлению, и что можно и нужно было и дальше сделать, потому что выставка, например, с 4 октября до сих пор еще идет в областной библиотеке в Иркутске. И статья 4 Надежды Вадимировны Ямщиковой, кандидата социологических наук, руководителя группы «Руины и руинисты» из Санкт-Петербурга. Поэтому вот вы видели, пролисталась книга, там 100 гравюр и наши сопроводительные материалы. Большая просьба переходить на сайт, я запускаю, наконец-то мы запустили сайт проекта «Забытые руины», я вам его сейчас презентую, ссылка на сайт представлена в видео. До скорой встречи, заходите, заказывайте, приобретайте папку и другие книги, смотрите информацию на сайте, участвуйте в наших экспедициях, смотрите видеообзоры, самые разные, многочисленные, в том числе и вкладку «Пиренезия ТВ», потому что более 40 выпусков по гравюрам Джованни Батиста об этом снято. До скорой встречи, дорогие друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!